ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 пьяные, но понимали, чего происходит в вагоне. Его били-били-били, а когда забили почти до смерти и почувствовали, что пульса нет, решили инсценировать. То есть, ну, повесили, чтобы сказать, что он повесился. Ну и теперь нет, все, ничего не понятно, потому что поезд в пути нормально, да? А нет, он вчера должен был прийти. И когда все это обнаружили, поезд все равно никто не остановил, поезд в пути, трам-тарарам, труп в веревке, болтается поезд в пути, дикое неудобство, приходится ходить в другой туалет гадить. Ну, понятно. А теперь, наоборот, следственные действия, ура, караул, ну, нормально все. Вот. Ну, такая ситуация. Это армейский был состав. Армейский состав, поэтому армейский порядок был в составе. А именно, бардак, пьянство, разврат, пьянство, дикий ужас, избиение, повешение. Ну, все как положено, это же армия. Ну, вот. Хорошо. Значит, смотрите. Рядовой побежал за сержантом Глуховым. Вот эта история. Дмитрий Артемьев попросил убежище в Грузии. Фотографии его разные есть. Уже, теперь уже и из Грузии, насколько я понимаю. Фотографии есть и прежние какие-то, в военной форме, и уже и не в военной по-всякому. Значит, в Грузию, из Южной Осетии, вслед за сержантом Александром Глуховым, сбежал еще один российский солдат. Рядовой Дмитрий Артемьев во время дежурства покинул часть, прихватил автомат, перешел границу Грузии, попросил убежище. Он сказал, что у него невыносимые условия службы. Вопрос. У меня вопрос к слушателям. Почему после Глухова не были приняты меры? И какие меры приняли бы вы? Вот я спрашиваю слушателей. Вот почему после Глухова меры не были приняты? Знаете, почему я знаю, что они не были приняты? А потому что Артемьев пошел, товарищ. Все очевидно. Почему после Глухова не были приняты меры? 7-8-8-107-0. Наш телефон в студии. Как вы думаете, почему после Глухова не были приняты меры? И почему... И какие меры приняли бы вы? Почему они утекают? Это нормально для... Это ненормально. Значит, очевидно, очевидно, что что-то должно было быть сделано, и что-то это что-то не было сделано. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Да, Сергей. Ну, потому что меры, как бы в настоящее время, в то время на армии, меры принять невозможно, потому что существует... Вот я вот вчера прямо лежал вечером и думал. Получается некий разрыв. Как вот в царской, значит, когда революция случилась, набирали вот этих старых гвардий царских офицеров. Вот сейчас те офицеры, которые служили в 80-е, в 90-е годы, которые еще служили, а тут был разрыв. А сейчас уже как бы те, которые воспитывают кустарцев, офицеры, они уже добираются не самые лучшие военные вузы, кустовые офицеры и прочие воспитатели, а те, у кого есть квартира рядом с училищем, там, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Вот. И, допустим, без того, чтобы стимулировать офицеров-воспитателей суворовских училищ. А вы в армии, вы служите, да? Я не служу, я уволился, но я знаю, что можно служить без... Ну, вы были офицером, вы были русским. Я был офицером, я знаю, что можно служить без неуставных. А сейчас человек приходит, он уже знает, он уже готов, он приходит и говорит, а меня будут бить, а меня будут... Причем, как бы, Глухов видно, что Глухов, он такой, ну, как бы, он просто такой туповатый, хамоватый. Туповатый, да. Вот. И ушедший. А вот с этим, этого действительно, наверное, вот последнего, били вот эти ребята, значит, с Кавказа объединившиеся, значит, которых, может быть, даже попаивают офицеры. На вопрос. Вот тут пишут, что ему пять месяцев до окончания срока службы оставалось. Это много? Опять уходит дембель? Много или мало? Ну, опять-таки. Сейчас-то год служит, пять месяцев, как раз посередине. А, да, он же на год. Извините. И потом, если, допустим, их там в роте... А те, которые два, они все еще служат? Нет, нет, все. Уже все еще? Нет, если их 70 человек в роте, то, получается, русские там не живут, а существуют. Такое тоже бывает. Такое было раньше. Давайте это чуть позже. То есть вы считаете, что меры не были приняты вообще никакие, но они могли быть приняты за то время, как ушел. Вот сейчас меры могут... Посмотрите, ушел Глухов, мы с вами, ну, мы с вами, например, служим в части, да, в этой. Да. Или мы с вами, например, сидим в командовании, там, сказать, в России, внутри, в России, но это наше все равно. Значит, ушел Глухов, вот мы бы что поскомандовали, что предпринять немедленно? Сейчас вот, если вот просто затопать ногами и сказать, даже трудно. Должна вся система немножко повернуться к людям, потому что, чтобы не было у них основных, офицер должен быть в казанной, вот почти все время. Он должен быть все время. Ясно, ясно. Вот и все. Ясно, спасибо вам огромное. То есть, видите, вот Сергей позвонил, который говорит о том, что просто затопать ногами и сказать, примите меры, невозможно. Топай ногами сколько хочешь, а меры не будут приняты, а нужно разворачивать всю систему. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил Деревенский. Да, классно. Ну, как, что тут непонятно? Сейчас рынок, коммерция, вот мы сержанта поменяли на лейтенанта, сержанта поменяли на лейтенанта, а сейчас солдата поменяем на генерала. Это отлично. Скажите мне, а вы думаете, почему не приняты меры после ухода Глухова? Вот я ставлю вопрос, что достаточно понятно, да? Ну, почему? Потому что это все-таки как-никак затрата и душевных сил, и денежных средств. Спасибо, спасибо. Очень хорошая точка зрения. Я ставлю вопрос, простите, я надеюсь быть услышанным, я надеюсь быть услышанным. Я ставлю вопрос, и мне кажется, что я ставлю его понятно. Вопрос я ставлю очень просто. Ушел Глухов, вот он ушел, да? Есть командование, вплоть до министра обороны, которое говорит, ребят, вот это не должно, или они наоборот заинтересованы, чтобы это повторилось. Нет. Значит, это не должно повториться. Значит, следовательно, ребят, давайте так, с этого дня я требую, чтобы... И начинается. Какие... Все же это исследовалось. Почему? Какие условия в части? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вячеслав, Подмосковье. Да, Вячеслав. Сергей, вы знаете, вот мой коллега перед одним человеком говорил, вот должен офицер быть в казарме и так далее. Вы знаете, я начал свою службу офицера в 84-м году. Да. Офицеры круглые сутки сидели в казарме, и было все то же самое. Вы знаете, я иногда вот думаю, анализирую, что можно сделать. Вы представляете... Извините, я поправлю, я еще добавлю, а вы меня поправьте, если я не прав. А в офицерских-то, в офицерских училищах, где готовят офицеров, где курсанты, там тоже дедовщина. Ну вот я не знаю, конечно. На момент, например, 78-го, 79-го года, когда я учился, даже понятия такого не было. Не было. Это по определению, понимаете? Не было такого. Ясно, спасибо. Так вот, понятия такого не было. Офицеры и сейчас сидят в частях, и сидят они в частях, и проху никакого в этом нет. И также дедовщина в воинских училищах. То есть там, где офицер готовится, он проходит сквозь дедовщину. Понимаете? Он проходит сквозь дедовщину. И поэтому он считает дедовщину единственным, законным, понятным, правильным садомазоспособом управления людьми. У него другого способа нет, потому что он сам из этого способа. Понимаете? В других армиях тоже так же, да? Ну, по-разному. Есть же фотографии, разоблачения страшные. Помните, как избивают и причем сексуально издеваются в британском спецназе. Помните, да, эти вещи? Не так давно были публикации. Я не скажу, но там это... Ну, что врезалась память, когда над этими, над военными пленниками, но... Пленники, пленники, да, да, да. Это другое. Это пленники. Это Абубакар тюрьма. Да, это другое. Это другое. Именно свои над своими. Ну, британский спецназ, например, точно, я знаю, было парочка разоблачений за последние лет пять. Но парочка за пять лет, послушайте. Не парочка в неделю. Понимаете, о чем я говорю? Значит, 788-107-0. Расскажите нам, пожалуйста, почему не были приняты меры после того, как ушел Глухов? Почему не были приняты меры? Ушел Глухов, очевиднейшим образом, нужно было, наверное, мы бы вот с вами сидели бы на месте командиров. Мы бы, естественно, сказали. Так, братцы, быстро разобраться. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, Москва. Да, Вадим. В общем-то, а какие меры-то здесь можно принять? Любые меры. Ну, вот мы с вами, Вадим, вы офицер? Ну, скажем, я уволился из армии уже достаточно давно. А, Вадим, вы министр обороны. Вам говорят, политически важно используется вражеская пропаганда, враждебная нам пропаганда, давайте так, другой термин, уход вот этого балбеса Глухова, да? Вы министр обороны, вы что говорите? Навести порядок, разобраться, причины устранить, правильно? Абсолютно правильно. Ну, так, а я ваш подчиненный, я ваш подчиненный, я ваш подчиненный. Я, а? Да. Смотря что устранить, можно устранить и сущности вражеские пропаганды, тоже вариант. Правильно, но еще там причину надо устранить, разобраться, они что там голодают, они что, что там случилось у них, что там у них происходит. Разобраться-то надо, мы же тоже с вами, правильно? Вы мне даете задание, я ваш подчиненный, я еду туда, я еду туда, докладываю, разрешите доложить, товарищ комендар. Так, ну, так я вам докладываю. И дальше меры приняты. Какие меры надо принять? Я вас теперь спрашиваю, как бывшего военного. Какие? В данном случае привлечь к ответственности командира отделения или дежурного по подразделению того солдата, который ушел. Потому что офицеры здесь абсолютно ни при чем. Есть постоянный сержант, задача которого является в том числе и соблюдение распорядка дня и внутреннего порядка. Я же... Он здесь командир, абсолютно. Ясно. Проходили мы это все. Ясно, спасибо. Ваша точка зрения важна и принята. Послушайте теперь, что я предлагаю. Потому что мы должны были в 9 часов 10 минут расстаться на короткий перерыв, а сейчас уже 16, понимаете? Все равно продолжим эту тему, все равно продолжим эту тему. Но сейчас разлучимся на минуточку. Договорились, разбежались, сейчас вернемся. Подъем. Мне пишут, вот, смотрите. Закончил высшее военное училище в 80-м году. Никогда три восклицательных знака, пишет Георгий. Не было в военном училище дедовщины. Вы можете посылать нам сообщение, кстати говоря, русновости.ру. Зайдите, русновости.ру и на баннер нажимаете там справа вверху вопрос прямой эфир. Это может быть вопрос, реплика, что угодно. У меня есть вариант, один из вариантов, версия такая, что... Давайте спросим про военное училище. Если вам говорят, что... Да, давайте спросим, конечно. Про военное училище. Пожалуйста, разрешите наш спор с Георгием. Я говорю, честно говоря, на основе публикации, Георгий, я сам не служил в военном училище. Я хотел стать летчиком, но у меня было минус 0,5 зрение. И легкая форма астигматизма, поэтому я не летаю, кстати. Я не был бы журналистом никаким. Летал бы приспокойненько, если бы у меня не было этой астигматизма и минус 0,5. Так вот, слушайте, ну правда, расскажите нам, что в военных училищах. Я говорю, ну сейчас это произойдет. Я думаю, 788-107-0, потому что у меня вместо телефона часики висят. Тут часики, часики. Я перезагружаюсь. Сейчас я перезагружу телефонную систему, ладно? Буквально секунду. Буквально секунду. И я хочу узнать, что в военных училищах. Что в военных училищах. 788-107-0. Расскажите. Георгий пишет, никогда в военных училищах не было дедовщины. И бред. Вообще говорить о дедовщине в военных училищах, бред. Полный бред. Я говорю на основе публикаций. Я спрашиваю вас, товарищи офицеры. Это есть такое или этого нет? Потому что мы говорим, что человек, который приходит из военного училища, 788-107-0. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел по теме, по этой теме, давайте. Относительно влияния офицерского состава. Да, вы в училище видели когда-нибудь дедовщину или нет? Ну, вы меня, конечно, отключите, если я скажу, что я не учился в училище. Ну, конечно, ну, давайте через какое-то время. Не уходите, не уходите. Давайте, вот реально просто спросим офицеров, правда. Давайте по-честному. Давайте вот скажите, Георгий говорит, никогда вообще бред разговора о дедовщине в военных училищах. Алло, здравствуйте. Александр, Москва, у меня сын на третьем курсе военного университета. Это интересно? Да, еще как, да. Ну, вот, я, ну, из обеспеченной семьи, но сын пошел вот по этой стезе. Да. Военный университет в Москве, в Лефортово, там нету никакой дедовщины вообще. Близко, ничего такого нет. Нет, ну, это серьезный университет, вот, ну, не престижный, но серьезный. Там все на достаточно хорошем уровне, и система подготовки осталась еще та, которая была пока еще. Не деградировала старая система подготовки. Спасибо большое за свидетельство. Александр утверждает, что есть вуз, где учатся его на третьем курсе. Сын военный, военное высшее училище, где нет никакой дедовщины. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Меня Игорь зовут. Я второй раз дозвонил. Да, Игорь, давайте, да, Игорь. А, значит, Вольское высшее военное училище тыла, 83-87 год, дедовщины нет, никогда не было, и, я думаю, не будет. Было два соколика из войск, через три дня после своего выкрутаса или в войска отправлены на Тотский полигон, вы знаете, что это такое? Да, да. Вот я что хотел сказать. Спасибо, спасибо большое. А журналисты, которые об этом пишут, ну, я думаю, денег, может, дали. Нет, не дали. Но журналисты-падальщики, им же надо интересное найти. Да, ну, может, интересно было. Ну, нет, правда, я несколько публикаций... На первую страничку попали. Я видел несколько публикаций о дедовщине, да, спасибо. Когда молодые, там даже имена им придумывают, так сказать, они кто, а вторые уже их угнетают и следующие опять их угнетают, да? У меня есть вариант, один из вариантов раскрытия проблемы. Давайте, давайте. Все жалуются, генералы, о том, что качество призывника нынче совсем не то, что прежде, правда? Все говорят, и они больны. Ну, это не зависит от интеллектуального уровня, как вы думаете? Но просто в училищах нет дедовщины, потому что там люди более развитые просто. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Владимир, Москва. Да, Владимир. Скажите нам о дедовщине, которой, вот смотрите, позвонил Александр Игорь и Георгий написал в интернете. Нет в воинских училищах дедовщины. Ваша позиция? Вы знаете, я из эры 80-х. Да. Но я заканчивал, к сожалению, гражданский вуз, но служил офицером достаточно продолжительное количество времени. Боролись мы с дедовщиной, не боролись. С дедовщиной в офицерской среде? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Я сейчас спрашиваю. Я сейчас спрашиваю. Были единичные случаи, да? У нас вышел спор, у нас, Владимир, вышел спор с Георгием. Я говорю, не выходит ли дедовщина еще с воспитания офицера? Георгий говорит нет, Александр говорит нет, Игорь говорит нет. 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 И вы считаете, что нет. И вы считаете, что нет. И Владимир, который общался с молодыми офицерами, сам он из гражданского вуза, но он общался с молодыми офицерами из высших военных училищ, которые тоже ему, у него создалось впечатление от общения с ними, что нет, никакой дедовщины не было. Но мы все время говорим с людьми, кроме Александра, кроме Александра, у которого сын сейчас учится, мы все время говорим с людьми, которые прежде когда-то учились, понимаете? Поэтому это тоже, значит, в ВВУ, возможно, скорее драка курс на курс, но не дедовщина. За это отчислят, пишет нам Дмитрий. Я дочь потомственного военного, пишет Виктория. Отец учился в Ленинградской академии имени Буденного, закончил в 69-м году, никогда не упоминал о дедовщине. Мой брат закончил Тульское артиллерийское училище в 93-м году, без дедовщины. Больше того, часть моих одноклассников спасалась от армии в военных училищах, из-за того, что там спокойная, уравновешенная обстановка, пишет Виктория. Спасибо, Виктория. И доктор Лектор, наш с вами постоянный слушатель, пишет, поверьте, дедовщины в военных училищах нет. И Святослав пишет, какую-то хрень насчет Казанского каганата. Святослав, каков вы красавец все-таки. Княжа, князя русов, дружина князя русов, и все. Столица каганата. Он хочет сказать, что там тоже не было, наверное, дедовщины в этом месте. А, наверное, в Казанском каганате? Ну, он как апреля, да. Самая кощунственная дедовщина была. Вы знаете, что кагана спускали на золотых цепях, он вообще не ступал на землю вообще никогда. Он жил там на втором этаже, его спускали на золотых цепях, и он не касался земли. И, наконец-то, теперь... Это есть высшее проявление дедовщины. Это есть высшее проявление дедовщины, и дедовщина была повернута, как считает Святослав. Хорошо, спасибо. Значит, я со своими публикациями заткну свой язык известно куда теперь. Все. Я читал две публикации, насчет дедовщины в военных училищах. И должен вам сообщить, что все наши слушатели опровергают это. Итак, хороший офицер, хороший офицер приходит в армию. Человек А. Образованный. Б. Дисциплинированный. С. Со структурным сознанием. Правит он, дальше руководит десятками, несколькими десятками вверенных ему балбесов. Да? Вверенных ему балбесов. Например, там 40 человек у него. Вот он молодой, первый пацан пришел, лейтенант, летеха, старлей, или лейтенант, из разных училищ, там по-разному же выпускают. Ну вот. Лейтенанты все выходят, да, не знаете? Я сам, я сам как рядовой запас, как рядовой запас, не знаю. Но младших лейтенантов уже не выпускают, по-моему. Лейтенант, вот он пришел. Начинал пришел, структурный, хороший, чистенький, дисциплинированный, без опыта дедовщины, с пониманием правды, с пониманием того, как бы... Вы так говорите, мне уже за него становится страшно. ...победа над Хазарами, он счастлив, что победил Хазар, он также счастлив, что маршал Жуков, ТРПР, 8 дыр и так далее. И он приходит, и у него вот это дерьмо, я спрашиваю, тогда нет ли здесь противоречия? Да, после обзора прессы, пожалуйста, давайте вернемся к этой теме, я предлагаю. Сейчас обзор прессы, ура, погнали. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Центральной темой всех сегодняшних газет стал предстоящий визит Барака Обамы, который состоится уже завтра. Были приняты беспрецедентные меры по мерам безопасности в Москве уже сейчас. И вот газеты рассказывают о том, о чем будут говорить и с кем будет встречаться Барак Обама. В частности, он встретится, кроме Дмитрия Медведева, еще и с Михаилом Горбачевым. А с Дмитрием Медведевым он будет обсуждать, как и насколько сокращать стратегические вооружения. Продолжая военную тему, можно заметить статью в независимой газете. И не только. Пишут о том, что военная реформа преподнесла очередной сюрприз. Стало известно о выводе из Москвы около ста воинских частей и учреждений. Они будут переведены в близлежащие города, частично некоторые в Санкт-Петербург. Войска выводятся из Москвы, да, об этом в независимой. Скандал в Грузии. В центральных офисах трех партий, оппозиционных партий, случайно обнаружили прослушки. Власти вяло реагируют на это известие. Говорят, что оппозиция прослушивала себя сама. Об этом в известиях. Ведомости рассказывают о том, что к 2011 году Россия должна полностью перейти на энергосберегающие лампочки. Это инициатива Дмитрия Медведева в рамках внедрения новых технологий и экономии. В ведомостях более расширенная. Статья на эту тему. А что же нам греться-то? А что? А мы об лампочке греемся. А не энергопотери эти? Я же не в курсе никто. А зимой это тепло. Мы об лампочку греемся. Грязный футбол. Это тоже статья о ведомостях. В ладоши ее берем. В ладоши ее берем. И греемся об нее. Об лампочку-то. Да. Ну, а что же мы согреемся теперь? 9 часов 30 минут. Погнали. Новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Мы с Настей Аножко продолжаем. Нам пишет пользователь Андрей Павлов. Вы можете задавать вопросы с русновости.ру. Русновости.ру. Зайдите, задайте вопрос. Там есть баннер. Павлов Андрей пишет. Давайте поговорим о том, как погибли два офицера госнаркоконтроля. Павлов Андрей. Вчера до белых косточек и косточки уже истлели. Мы это обсудили. Мы, знаете ли, просто работаем, идем за новостями, а не за прошлогодним снегом, Андрей. Поэтому сегодня новостей... Как вы строги, Сергей. Для Андрея, может быть, это новость сегодняшняя. Ялмаля, он что, Андрей, вы что, сто лет пролежали нецелованный, подобно белоснежке, и сегодня вас поцеловал рыцарь какой-то, что ли? Вы сто лет спали? Ну, вчера это обсуждали. Значит, слушайте, единственная новость сегодняшняя, касающаяся досточтимых джентльменов из госнаркоконтроля, это то, что Константин Хрусталев, зять Коржакова, в девичестве был Вахтангом Гвахарей, его имя Вахтанг Гвахария. Вы думаете, это меняет дело? Нет. Просто еще новость, ну не важно. А еще он был в разработке, да? Он был в разработке ФСБ. Как раз на предмет наркомании. Что считалось, что он, да, он по этой части превзошел уже все науки и так далее. Вахтанг Гвахария, позднее Константин Хрусталев, зять Коржакова и так далее. Ну вот, тихий, как удалось узнать live.ru, тихий наркоман Вахос Ухумский был хорошо известен российским спецслужбам. Они его долго разрабатывали. При этом он работал в госнаркоконтроле. Но не хорошо ли это? Здорово, правда же? Какая доверчивость. И еще маленькая деталь, это что? Можно только позавидовать, когда увлечение совпадает с основным местом работы. Конечно. Конечно. А еще второй вот этот 27-летний лейтенант Павел Мазанов, который тоже, так сказать, там неудачно парился. И он, оказывается, в ФСО пытался обратиться. В смысле? Ну, он обращался в ФСО. Резюме туда ставят право? Да не только, но он искал там знакомых и всем говорил, что он скоро трудоустроится в ФСО охранять высших должностных лиц государства. С его стороны странно. Я бы оставалась там в наркоконтроле, конечно. Это потому, что вы не знаете всего. А он обладал большей информацией, чем вы. Он собирался в ФСО перейти, понимаете? Так что он считал, что он должен когда-то расти по службе. Ну вот, а? Ну, правда. Потом в охрану к Пангимону. А потом к Пангимону. Нет, дальше уже апостол Петр, и дальше Господь, восседающий на троне. Видите, он перепрыгнул немножко. Хорошо. Значит, смотрите, у нас есть хорошие офицеры. У нас есть, к сожалению, дедовщина в армии. У нас есть повесившийся якобы, но повешенный, вероятно, в поезде Челябинск-Биробиджан солдат. У нас есть Артемьев, который перебежал вот сейчас вслед за Глуховым. Да, секундочку, секундочку. Дмитрий Артемьев. Да, Дмитрий Артемьев. Да, Дмитрий Артемьев, совершенно верно. Он перебежал сейчас вслед за Глуховым. При этом офицеры хорошие, как только что мы выясняли довольно подробно. Мы там 4 или 5 минут посвятили тому, что офицеры хорошие приходят. Чистая душа, служака, все, Родине служить и так далее. Значит, дальше происходит бардак. Дальше происходит идиотизм. Дальше происходит негодяйство. И дальше говорит сейчас, заявляет Грузин. Грузин. Вот, для коммерсанта Грузин заявляет. Главный редактор независимого аналитического журнала «Арсенали». Российские военнослужащие там живут в ужасающих условиях. Там, в Южной Осетии. И разница между ними и грузинским лейтенантом Бжани состоит в том, что тот, Бжания, сбежал из-за несогласия с политикой грузинских властей. И это, видите, да? То есть, Бжания действительно политический беженец. Бжания, который сбежал к нам, он политический беженец, говорит грузинский главный редактор независимого военно-аналитического журнала. «А, русские солдаты бегут для того, чтобы не умереть от голода и побоев». Вот что говорит грузин. То есть, они не политические беженцы. Они, когда просят... Они, в общем, скорее гуманитарные беженцы. Они гуманитарные беженцы, потому что они хотят жить. Ну, им страшно умереть. Понимаете? И Дмитрий Артемьев говорит об этом, что его избивали. И есть намеки, что его избивали кавказцы. То есть, что была группа кавказцев в подразделении, и он подвергался постоянным побоям. Так, может быть, нам одни кавказцев оставить? Может быть, как-то это решить? Вообще говоря, что делать? Как организовать службу? Как организовать службу вот эту мультинациональную? Может быть, сделать мононациональные части? А там не будет точно такого же расслоения на этих, которые... Я не хочу обидеть, ни в коей степени не хочу обидеть наших слушателей из Кавказа, даже наоборот. Я отношусь к ним с... Ну, вообще, отношусь к ним, не важно. Значит, вот. Но я не хочу их обидеть, вдобавок. Но я хочу сказать, что кавказец в казарме и кавказец в окопе, как говорят офицеры, это разные кавказцы. Кавказец в казарме, это обычно человек, который руководит казармой, ну, особенно из их группы. Кавказец в окопе, это обычно тихое существо. Это тихое существо. Это, безусловно, тихое, податливое, мягкое, невероятно интеллигентное существо. Понимаете? Правда. Я вообще не могу никак вам ничего не рассказать и не поставлять. Серьезно, давайте, мультинациональные части. Расскажите мне, мультинациональные части. Мы потерпели полное фиаско с этим, тогда, может быть, создать мононациональные части. Вопрос, мой вопрос слушателям. 7-8-8, 10-7-0. Поверьте, если создать только чисто русскую часть, чисто чеченскую часть, чисто дагестанскую. А дагестанские еще разделить. На Лизгинскую, Аварскую, ну, понятно, там, Ногайскую еще какую-то. Ну, вот, понятно, Кумыгскую. Ну, вот. Понимаете, о чем я говорю? Да, понимаю. То есть создать части такие? А такого эксперимента разве еще не было? Было при царе, конечно, все это было. В царской армии это было. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, Сергей, здравствуйте. Виктор. Здравствуйте. Как вас? Виктор, Виктор. Да, Виктор. Если создать моно-части, мне кажется, и если там будут служить российские офицеры, а не тех, кто... Понятно. То есть офицеры русские, а призывники вот национальные? Да, да, да. Мне кажется, у нас офицеры побегут стойно. Побегут офицеры. Вот, спасибо, Виктор. Да, Виктор говорит, тогда драпанут офицеры. То есть если создать часть, в которой будут служить, условно говоря, призывники из республики, одной из республик, например, ну, не важно, из Чечни, призывники из Чечни. А им предать русских офицеров, то побегут в Грузию офицеры, полагает Виктор. То есть они не вынесут этого давления. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валерий. Классно. Ну, давайте, Валерий, расскажите, мононациональные или мультинациональные, мультиэтничные части? Это Даренко, да? Да, Валерий, да. Вы соберитесь, наберите воздуха побольше пока, подумайте, ладно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мультинациональные и мононациональные части, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мне кажется, тут дело не в мультинациональных именно каких-то делах, а именно в том, что это позор для министра обороны. Вы считаете, что... Да, да, подождите. Ну, позор, ну, позор. Ну, он скажет, ну, позор. Ну, позор. Дальше. Мультинациональные и мононациональные, я вас спрашиваю. Как вы считаете, мы потерпели фиаско, мы не можем служить вместе, разные этносы России? А как же мы раньше служили? Да как-то тоже нет, было, проблемы были, они были не такие, как вам сказать, они не такие звенящие, ужасные были, но напряжение всегда было, напряжение всегда было, всегда сбивались в стайки. Ну, в таком случае фиаско. Всегда, да, фиаско, да, да, да. Я думаю, что да. Всегда в части происходило следующее, хохол начинал служить, значит, залычку, перегрызая горло кому хочешь, потому что хохол служака. Всегда, значит, татарин тоже служака, кстати, и потрясающий служак. Да, да, да. Татары потрясающие служаки, и идут, растут по службе. Значит, а другие, вот особенно кавказские люди, они, чувствуя инокультурную среду, старались консолидироваться, и от этой консолидации многим рядом было неуютно. Многим было неуютно. Спасибо, да, 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 да. Они консолидировались мгновенно, корпоративно сходились, притом это не важно, даже, как это там, разные групповые, группы языков, не обязательно они говорят на одном языке, но они все равно консолидируются и делают, делают, создают ситуацию, при которой окружающим может быть неуютно рядом с ними. Это правда, это много раз я сам видел. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей из Москвы. Да, Сергей. Вы спрашиваете, могут ли служить. Раньше служили, а теперь мы жить вместе не можем, не то что служить. Служили тоже с напряжением? Да. Служили раньше вместе тоже с напряжением. Так, может быть, мы потерпели фиаско и создать мононациональные части? Фиаско потерпели, но мононациональные части не сможем создать, вот по той причине, что офицеров у нас маловато. от других национальностей. Ну, создавать. Почему сейчас? Суворовское училище набрать хлопчиков. Это возможно, да. Ну да, ну да, ну да. То есть, идти этим путем. А нет ли в этом опасности? Опасность есть в том смысле, что потом между частями могут быть неприятные отношения, взаимоотношения. Между частями, притом одной и той же национальности, как вам хорошо известно. Нет разных. Ах, нет, еще и одной и той же. Вы помните, как Гудермес и Грозный выясняли отношения здесь, около дома правительства, около нашего. Помню, да. Прямо на набережной. Прямо на набережной в Москве. Да, да, да. Ну, а если между частями разных национальностей, это будет еще острее. Да, 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 да. Это, кстати, в Австро-Венгрии были же части разных национальностей, вы помните, да? Да, да, да. Мадьяры с чехами, и чехи сдавались первую мировую массово и так далее, и так далее. Да, да, да. Были странные очень отношения между частями моно-национальными. Так, никто ничего не понимает, чего делать. 9.44, я знаю, что делать. Разлучиться на минуту, вернемся, обсудим еще по этой же теме. Подъем. Голосование, голосование предлагаю. С Настей придумали только что, пока шла реклама. Смотрите, вы полагаете, вот эти Глухов и Артемьев, они бегут от того, что там правда паршиво живется, совсем паршиво там. 660-0691. Или они подкуплены. То есть, условно, они бегут от плохого 660-0691. Они бегут к лучшему, индивидуально лучшему. Бабок дали. 660-0692. Они бегут от того, что невыносимо, плохо. 660-0692. Один, извините, один. 660-0691. Бегут от плохого, от невыносимости. 660-0692. Просто продукт пропаганды. Ну, там разведки сработали, значит, бабок предложили там. Разрисовали жизнь счастливую в Калифорнии. Понятно, да? Значит, будешь вот все время, как этот самый серфер по волнам в Калифорнии нестись. Или, может быть, где-нибудь на восточном берегу Австралии. То есть, купили ребят. Ребят купили. Или они бегут от того, что жизнь их там невыносима. Паршивая. Паршивая жизнь. 660-0691. 660-0692. Их купили. Тогда нет, тогда вопрос. Тогда надо выделить средства. Я не знаю, там скинутся, что скажет купечество. Пусть Лукойл, Роснефть, другие Титаны. Газпром, пожалуйста. Пусть выделят денег. Мы купим дивизию какую-нибудь грузинскую. Тогда давайте друг друга покупать просто. Мы купим дивизию. И там перейдет целиком. Как-то я помню одного знакомого бизнесмена, которому Саакашвили орал в лицо. У меня 20 тысяч солдат. У меня 20 тысяч солдат. В лицо ему орал. Ты понимаешь? Вот, значит, угрожая. Так вот, что мы 20 тысяч не купим? Господи помилуй. Ну что, денег нет в стране. Что, я не знаю. Челси купили. Купим 20 тысяч солдат Саакашвили тогда. Понимаете, если в этом вопрос. Вот. Может быть, мы своих солдат как-нибудь купим. Может быть, уж сразу купить своих, предлагает Настя. И очень правильно. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, алло, здравствуйте. Они бегут от невыносимых условий или они бегут, потому что перекуплены. И тогда надо перекупать и нам. Это будет соревнование по перекупке. Как вас зовут? Вячеслав, под Москвой. Я сам отслужил подполковник запаса. Да. Я вам скажу, и лучшие условия предложили, а с другой стороны и хуже были дела у них в части. А насчет многонациональных или национальных, я вам скажу так. Для того, чтобы достичь результатов каких-то, я сам после училища 6 лет просто ночевал в казарме. И я эти результаты видел. А национальности там было 24. А сейчас в казарме, там кто-то говорил, что там в казарме сейчас они ночуют. Ну, писал, писал. 24 легче, 24 легче, чем 2. Вы знаете, совсем не легко, если главенствующие роли занимают азербайджанцы и армяне, самые по численности. Но дело в том, что мы... А, тяжело. А вы в стройбате, что ли, были? И в стройбате, и в ВВС был. А, и в ВВС стройбатом. А, а-а-а-а. Ну, там платили, там, Сергей, нам платили, там, понимаете, нам платили просто больше, чем любому среднему гражданскому. Вы понимаете? Вы очень хорошо это знаете. Знаю. Лучше, чем я. Знаю. Помните, как вы жили и как мы жили в этих городках? Мы когда-то думали о том, чтобы где-то подработать, прокормить своих детей. Да не упаси, Господи. Да не упаси, Господи. Да не близко не было. А помните, какие у нас дети были? Помните, у нас там наркоманы, хулиганы, убийцы в военных городках были когда-нибудь? Нет, но было другое. Слушайте, мы как на папуасов смотрели на деревенских, которые приходили к нам учиться в школу. Конечно. Это деревенские рассказывали нам, что отчим изнасиловал девочку, что у него папа пьет. А мы гарнизонные, мы смотрели на них как на, абсолютно, как на зоопарк. Мы просто не могли себе такого представить. Мы вообще абсолютно не могли представить, что такое бывает. Понимаете? Абсолютно точно. Мы думали, что они врут. А сейчас бедные ютистские военные спорят, как воруют, начиная от президента до последнего президента. Да, 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 да. Так, вот что. 9.50. Я закрываю голосование. Смотрите. Значит, стоп. Голосование, стоп. 81,6 процента, 81,6 процента полагают, что солдаты наши оттуда, из Южной Осетии бегут от невыносимости. То есть, от плохого бегут. 18,4 процента полагают, что они куплены и бегут к индивидуально хорошему. То есть, их индивидуально купили, короче. 18,4 процента. Истина, конечно, посредине. Прав Вячеслав. Конечно, и подманили. Да и этот Дмитрий, этот Артемьев сказал честно, говорит, я следил за судьбой Глухова. То есть, конечно, следил. Если бы Глухов там, если бы, он же там принимал наверняка какое-нибудь грузинское... Ну, одним словом, он был под обаянием этой судьбы Глухова. Это очевидно. То есть, конечно, истина посредине. Но все-таки, скорее они бегут от невыносимости, да, 81,6 процента. Скорее они бегут от того, что их перекупили 18,4 процента. Все равно надо срочно что-то делать. Послушайте, мое сознание лопнет, если еще один, а за ним еще один, а еще один перейдут на сторону Грузии. Это мой вопрос. Это реально вопрос к Сердюкову. Реальный вопрос к Сердюкову. Дорогой товарищ министр, либо вы работаете, либо вы не работаете. То есть, для меня это будет вывод. Я его не собираюсь увольнять, но я скажу, он не работает. Он не работает, я не понимаю, чем он занимается. Просто не понимаю, чем он там занимается. Значит, второй, пошел второй. Это второй, Сердюковский. Этот второй, Сердюковский. Если первый, еще можно было списать на неразбериху, Второй Сердюковский. И третий будет Сердюковский. 9 часов 52 минуты. Погнали дальше. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, на связи с нами. Лев предвещает плохой день сегодня. Правда? Ну, действительно. А нефть-то упала. Ужас. Я сегодня пришел на работу. Прямо испугался. Ну да, действительно. Потому как на сырьевом рынке мы вообще, если оценивать четко, брать две последние недели, то волатильность очень высокая. В течение одного дня может быть и 70, и 72 доллара за баррель и 68, мы видим. Но вчера почему-то у нас игроки именно сырьевого рынка решили, что пора уже распродавать, фиксировать прибыль. И, соответственно, мы видим, что фьючерсы на бренд опустились уже вчера вечером до 66 долларов. Ну и, соответственно, это увело российские индексы вниз. По индексу РТС мы потеряли фактически 2%. Лев и за ночь ничего не прибавило нефти. Да? Посмотрите, как у вас. Да, да, да. Потому что сейчас 66,47 и продолжает, в принципе, падать. У меня вот этот крут техасский 66,76 показывает. Вот. Ну, это не в этом дело. Я просто говорю, что, видите, как очень горестно, да. Ну и что, значит, мы сегодня, тем более пятница, люди в пятницу не любят рисковать, Витя. Ну, тем более не любят рисковать. Сегодня, если мы увидим, то движение, если не вниз, то на уровне. Вот. Скорее всего, объемы будут очень небольшими. Все-таки у нас в такой ситуации мало кто проявляет активность. Это вполне благоразумно. Да. И, соответственно, ну, скорее всего, или вяло-вяло текущее снижение вот в ожидании новостей. Ясно. Спасибо. День горестный, пятница. Всегда люди не рискуют. И пятница усиливает негативные тенденции. Потому что перед двумя днями, когда расстаются люди, они предпочитают уйти, в общем, закрыться. Спасибо. Мы за вами внимательно смотрим. Это понедельник, Олев. До свидания. До свидания. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Где едете, что видите? 788-107-0. Расскажите нам о движении в Москве. Где едете, что видите? 788-107-0. Смотрите, две забавные новости. На юге Москвы группа молодых людей разделась догола, они снимали штаны и избивала всякими вот битами и железяками машины. Били машины и раздевались. Раздевались и били машины. Но у них такой перформанс был. Это на Варшавке. На Варшавке, на юге Москвы. Да. Вот. А еще пьяный депутат протаранил машину ГИБДД, покалечил гаишников. Но это в Новосибирске. Мы же сказать, правда, от Новосибирска ждем, чего хочешь. Я думаю, так. Но на Крузере. Я уже была готова услышать, что это было в Москве. Нет, Лан Крузер, он врубился в Волгу 31-10. И, значит, реально ранены два милиционера. Он их смял очень сильно. Видимо, у него действительно сильно ездит такой Крузер, который сильно ездит. Знаете, сильно ездящий Крузер. Да. Она ехала по прямой. В четверг в центре Санкт-Петербурга вашего, Настя. Да. Стыдно, небось? Нет. Ехала деваха на пассфайндере. Молодец. А они из девятки, девятка тронулась от тротуара без номеров вообще, впилилась в пассфайндер, они трогались, не пропустив ее попутное движение. После того, как она остановилась, почувствовав удар, вышли пятеро хлопчиков с битами бейсбольными и изметелили ей машину. Хорошо, что не ее. Ну, а она сидела и смотрела на все это. Значит, после чего двух из них как будто удалось повязать. Вот это в Санкт-Петербурге. Хорошо, где едете, что видите? Где едете, что видите? 788-107-0. 788-107-0, телефон в студии. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, что у меня? Имя? Да, здрасте. Я попаду, вот по передаче. Нет, по передаче сейчас нельзя, сейчас уже передача состоялась, мы уже передали. 788-107-0. Где едете, что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Товарищ. Да, где едете, что видите? От Просоюзной по внутренним сторонам УКАДу до Ленинградский пролетел. Тоже самое внешняя сторона. Спасибо, все чисто, все хорошо, спасибо. Ну, смотрите, уже 58 минут 35 секунд. Я отдаю передачу, передачу отдаю в передачу спорта. Погнали. Новости спорта. Вячеслав Петров. Доброе утро. Российская теннисистка Елена Дементьева после проигранного Сирене Вильямс полуфинала Вимблдонского турнира отметила силу подачи соперницы. Когда мяч в тебя летит со скоростью 125 миль в час, то невольно начинаешь думать, а кто там на той стороне, Сирена или Энди Родик. Не каждый игрок мужского тура способен принимать такие подачи, полагает Дементьева. Тем не менее, россиянка продержалась против Сирены почти три часа и уступила, напомню, в трех партиях со счетом 7-6, 5-7, 6-8. В другом полуфинале борьбы вовсе не получилось. Динара Сафина потерпела разгромное поражение от старшей сестры Вильямса Винус со счетом 1-6-0-6. Матч продолжался всего 51 минуту. Российский боксер Григорий Дрост одержал 33-ю победу в карьере, побив Дарнелла Вильямса из США. Поединок в московском спорткомплексе «Олимпийский» в первом тяжелом весе, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочно. На протяжении всей встречи уроженец города Прокопьевска Кемеровской области доминировал на ринге. После 10 раундов поединка американец по прозвищу «Психа» решил отказаться от продолжения борьбы. Благодаря этому успеху перед Григорием Дроздом открывается перспектива боя за титул чемпиона мира. И последний. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл накануне в товарищеском матче Младу Болеслав на тренировочном сборе в Австрии. Победу со счетом 2-0 подопечным Валерия Карпина над шестой командой Чехии принес дубль Дениса Яринцева. Это были новости спорта. Вячеслав Петров, Русская служба новостей. Новости спорта. Ежа-пастушок поиграет. Раня-друг Сережа. Все вебренно рожать. Десять часов четыре минуты. Пятница, третье июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро. Настя, что, доллар, ну мы говорили, да, доллар укреплялся и очень сильно всю ночь укреплялся. И укрепился в конце концов на 15 копеек. На 15 копеек это ерунда. Я вам скажу, что он сделал к, я скажу, что он сделал к этому, к евро. К евро он шурует тоже будет. А, уже назад 1,40. Только что был 1,39 там с чем-то. Назад он у тебя... У нас он укрепляет теперь наоборот. А на Форексе он по новой падает. Красота, господи. Прям вот волнующий, правда? Это единственное, что нас волнует по-настоящему. Так, расскажите мне про эту женщину, которая только что. Да. А, 19-летняя жительница поселка Боровой в Тюменской области. Боровский, я думаю. Боровский, 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 Боровский. 19-летняя жительница поселка Боровский в Тюменской области. Искусала 4-месячного сынишку. И его сейчас он в клинической смерти. И избила еще. Избила, искусала. У него разрыв селезенки, много-много перелома этих ребер, черепно-мозговая травма, разрыв селезенки. И много-много разных увечий. Она его искусала. По словам девушки, она была разочарована отношениями со своим юношей. Девушка это, ну, женщина, мать. Мать. Она расстроилась из-за того, что с юношей у нее не заладилось как-то. Не задалось. С папой. Не задалось. С папой, младенцем. И она стала кусать тогда 4-месячного мальчика. И мальчик сейчас в клинической смерти. А девушку, эту маму, 19-летнюю, ее лишили родительских прав. А она написала сама заявление, что она очень рада и даже в восторге. И очень хочет лишиться родительских прав. Потому что она так разочарована, что она поссорилась с папой ребенка. Ужасно. Вот. И, ну, и что? Вот, пожалуйста. Я говорю, это просто зарисовка. Понимаете? Ничего не такого. Дальше, значит, очередной Маугли. Просто, я говорю, в Хабаровском крае милиционеры нашли девочку с синдромом Маугли. Это сейчас новая уже, спокойно. Это не та, которая была, а теперь уже новая. Ребенка обнаружили в одном из частных домов в Вяземском. Вяземский поселок. Это известный поселок, очень хорошо. Да. Значит, да. Она спала в будке, ее воспитывали дворовые собаки. Шесть лет она не умеет говорить. Она на уровне полуторагодовалого ребенка. Значит, сквозь горы окурков и бутылок бабушка Вероники, которая вот единственный попечитель этой доброй девочки. Девочка хорошая, она ничего, тявкает и живет в будке. Нормально. А ее брата, который тоже жил в будке, собаки загрызли два года назад. То есть, они с братом раньше жили в будке с собаками. А брата загрызли собаки два года назад. Видать, не поладил с собаками. А Вероника, она ладит с собаками. И ее не загрызли. Ну вот, ее сейчас изъяли. Значит, не говорили там, вы помните, в Чите только что была недавно девочка Маугли, которая жила с собаками. Там бабушка была еще где-то в доме. Бабушка жила в доме. А почему она в доме жила? А почему не в будке? Потому что бабушка говорит, ты, говорит, пострадай с мое, говорит. Столько выпей, как я, говорит. Тогда я и поселю тебя в дом. А пока, мисс, живи с собаками. Вот. Вы помните, в Чите только что вот эта девочка, которая только гавкала и мяукала тоже. К пяти годам была найдена. И, ну, так же вот не волгоградский мальчик. Вы знаете, там ее папа высказался, сказал, но зато она язык животных понимает. Вот, вот, как она замечательная. Слушай, конечно, это же магическое знание, говорить на языке животных. А в Волгограде, конечно, помните мальчика-птицу, который шестилетний мальчик, с которым никто никогда не разговаривал, он чирикал, от попугайчиков научился. И он, ну, там попугайчики были. И он тоже жил. Да, мальчик-птица. А шестилетний Ваня Павлов такой. Конечно. Ну, вот. Ну, и так далее, и так далее. То есть, вы знаете, это уже как бы не то, что массово, но это то и дело всплывают такие сообщения. Ну, вот. И священник храма, на кладбище которого теперь еще полуголая девочка, это комсомольская, полуголая девочка на могилах фотографируется, знаете, сегодня комсомолка пишет. Юлечка. Юлечка. Эти цветы ритуальные там себе засовывают в лифчик там куда-то. Ну, она с такой творческой девочкой. Она творческая девочка, она берет ритуальные цветы, которые приносят родственники умерших, засовывает себе в трусики и фотографируется. Это, а? Ну, правда. И сейчас как бы в интернете это все гудит, это все гудит и все это гудит. И комсомолка об этом пишет. Найти и убить ее все пишут. Значит, комсомолка теперь не знает, как ее, собственно говоря, найти. И она несовершеннолетняя девочка. Да, они до нее дозвонились. Но они не знают, как ей в паске. Ей 17 сейчас. Ах, ей 17? Уже, да. Ну, все, 17. Она скоро будет совершеннолетней. Вот ее фотографии в КП. Наверное, не самые соблазнительные. Комсомолка сегодня выложила. Вот. Она уверяет, что... Так, 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 так. А ее снимает ее друг, Леша, студент экономического факультета, престижного вуза. Он скрам не ага. Он говорит, что я готов рассказать про нее, про алкоголь, про наркотики. Ну, я не хотел фотографировать ее на могилах, но согласился за деньги. То есть, она его наняла, как бы, этого Лешу. Фотографировать ее на могилах за деньги. Вы верите, Леша? Нет. Никому из них не верю. Я, знаете, что, я хочу понять. Мне кажется, что... Извините, я обращаюсь к слушателям. Я, знаете, что думаю? Вот я помню там описание русского пьянства у Некрасова, да, например. Ну, неважно, не только у Некрасова. Значит, ну, вот 19 век. Ну, мне кажется, что тогда все-таки бабы держали на себе. То есть, мужики спивались, мужики вот творили, колобродили, чудеса всякие творили. А бабы держали на себе. И в 19 веке держали, и всегда держали. В 20-м бабы держали, русские, на себе семью. Семью, неважно, общество. По существу структурность России. Структурность России, социума русского. Держали на себе бабы. Все время. Правда же? И даже падшая баба объясняет, что она делает это для братиков. Там, например, Сонечка Мармеладова. И даже сегодня мне рассказывали бывалые люди. Я сам не слышал таких разговоров. Но даже сегодня бывалые люди рассказывали мне, как юная 18-летняя проститутка, одновременно студентка престижного вуза, рассказывает, что ей нужны 500 долларов за ночь для братика. Ну, всякая история. То есть, как бы она не падает, она не падает. А наоборот, она поддерживает социум своим тощим, худосочным тельцем. Понимаете? Парясь с новым русским. Потому что братика надо воспитывать и всякая фигня. Значит, ну, в принципе, бабы как бы держали на себе общество, ну, мне кажется. Ну, я все время в этом. Вот в случае, когда такие новости, я вижу, я сразу вспоминаю о сжатии просто информационного пространства, которое раньше не было таким сжатым. И просто мы знаем больше об этом. А тогда тоже... То есть, процент, я думаю, если процент взять, то он уничтожен. Но есть такие случаи. Давайте женщинам спрашиваем. Давайте женщинам. Женщинам, спросим женщин. Делаем исключение. У нас всегда мужская аудитория звонит. Мы сейчас спрашиваем женскую аудиторию. Скажите, что-то изменилось? Правда. Потому что мужчины пили. Все скажете, ну, они пьяные, вот эта, которая кусает 19-летняя дура, вот только что выскочила это на ленту. Понимаете? Значит, это... Вы скажете, ну, она... Ну, смешно же все. Пьяная. Это Рея Новости вот выложил только что. Значит, ну, сумасшедшая. Ну, и что, ну, и что. Но раньше мужские пили, а бабы держали на себе все равно. То есть, дети у них были чистые, вымытые, теплые и так далее. Или я что-то путаю. Расскажите мне. 7, 8, 8, 107, 0. Я прошу только женщин. Вот в следующие 10 минут. Сейчас мы на минуту расстанемся. Я с женской аудиторией хотел поговорить. Что случилось? Что-то у вас там сломалось в голове или чего? Через минуту вернемся. Подъем. 10 часов 13 минут. 13 минут, да, погнали. Значит, я спрашиваю женщин, что сломалось у вас в голове? Объясните мне, пожалуйста. Как у гендерного... Так вот, отвечайте за всех женщин, ладно? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Лена. Лена, скажите, что случилось? Смотрите, 19-летняя, пьяная, кусает ребенка, разрыв селезенки. Значит, Маугли. Вы знаете, мы просто устали. Мы тянули, тянули, и мы сломались. Мы устали, потому что тяжело это вытянуть мужа и семью. Просто, просто мы сломались. И будет, наверное, еще хуже, потому что нам не на кого опереться. Понимаете? Я понимаю. Ну, смотрите, что происходит. Ну, давайте обернемся к истории. Расскажем о трагедии русской семьи после так называемого освобождения, которое было ограблением, да, 1861 года, когда ограбили всю русскую нацию, да. Просто выперли земли, там, заставили ее заложить и все. Мужики пошли на строительство железных дорог, мужики пошли на фабрики, на всякие промыслы, потому что выплатить оброк, выплатить за землю было невозможно. Вы знаете, это мегаобман, когда выплатили цену земли по 4-5 раз и к 905 году оказались вышвырманными вообще. Значит, вот. Но это, значит, все равно. Бабы одни остались. Конец 19 века. Бабы одни. Почему я просто говорю вам об исследованиях абсолютно серьезных. Перешли с пшеницы на картошку. Потому что, ну, легче по-женски там не пахать, посадить картошку. Вот. И держали же на себе как-то? Держали, потому что было какое-то будущее, мысли какие-то были. Сейчас безысходность, понимаете? Вот ты смотришь на пьяных мужиков, и ты видишь, что это конец. Конец нации. Нации спилать. Вы знаете, как будут звать наших правителей? Не знаю. А вы думаете, пили меньше в конце 19-го? Нет, просто. Ну, посчитайте Некрасова. Нация вымирает, понимаете? Вымирает нация. Спасибо, Лена. Вы правы, знаете, в чем? Сейчас я сам вводя звонок, хочу дополнить. Лена права в том, что при том, что пьянство было абсолютно диким, абсолютно нереальным, да, вспомните Некрасова, вспомните Горького, вспомните, кого хочешь, вспомните, на границе веков, значит, пьянство нереальным было. Но при этом прирост шел, население нереальное. Да, 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 да. Русских становилось там, я не знаю, там прыжок был какой-то невероятный. Да, с 70 миллионов. Где-то к середине 19-го века до 115-120 миллионов, к Первой мировой. То есть рывок шел невероятный. Сейчас наоборот. Но это как раз о женщинах говорит. Послушайте, потому что рождаемость, это не зависит от мужчины. Мужчина, вот, пожалуйста. Ну, Сергей. Нет, ну, а? Тут, я думаю, многие-многие с вами могут поспорить. Мужчин много не надо. Нет, хорошо, женщина держала на себе всегда. Теперь не держит, кусает ребенка. Ну, все, одно за другим сообщение приходит. А вот, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Луиза Сергеевна. Да, Луиза Сергеевна. Я бы по поводу таких матерей, которые так делают, кусают своих детей, ссылала бы в ссылки, сделала бы... То есть через существенное наказание вы бы пошли. Чтобы они работали, как волы, день и ночь. А им не страшно, потому что они, Луиза Сергеевна, они пьяненькие все время лежат. И вы их будете... Ничего не будут лежать, когда будут под кнутом это делать. То есть вы хотели бы через ужесточение наказания. Спасибо большое, спасибо. Стерилизовать, может быть, чересчур жестковато звучит. Это, может быть, тогда профилактически кто-то захочет стерилизовать уже заранее, знаете. Так, так сказать, там... Алло, здравствуйте, в пятом классе. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Лариса. Да, Лариса, скажите, да. Что случилось с русской женщиной? Скажите мне, пожалуйста. Так много сообщений о детях Маугли, о пьяных матерях, которых выгоняют из дому их мужья, избивая их детей. О женщинах-пьяных, которые закусывают до клинической смерти своих младенцев. Очень много пошло сообщений. Это говорит о некой деградации, на мой взгляд, станового хребтонации русской бабы. Вот что случилось-то? Сергей Леонидович, мне кажется, что как правое равно левому, так женщине случилось то, что случилось с мужчиной. Но прежде ведь не случалось, ведь мужики всегда были такие. А прежде? Да ладно, Сергей Леонидович, не были такие младенцы. Как это, как это? Сергей, просто зовите меня просто Сергей. Да, Сергей. Как это не были? Как это не были? Как это не были? Не были. Ну почему? Вы не читали Достоевского, Чехова, Тургей? Вы не читали никого, что ли? Не причиняю. Ну как это не были? Ну конечно были. Они были в душевных смятениях, но при этом при всем они могли понимать свою ответственную женщину из-за себя. Да ничего они не были. Послушайте, вспомните Павку Власова, который по утрам до полусмерти пьет, он должен заработать. Ну конечно, но скажите. Ну скажите, ну скажите. Вы кладете руку на своего мужчину и говорите, друг мой, ты можешь, а ты чувствуешь, как рука так пам и провалилась. Мужчины нет. И я опираюсь только на себя и на своих подруг. И когда мы опираемся только на себя, ну мне извините. Так мужчины не было в войну, а потом еще очень долго, еще пока вернулись все из Германии, пока еще вернулись. А позитивное развитие событий. Война, мы победим, мы должны. А, то есть надежда, была надежда? Была надежда. Да, была надежда. То есть в конце 19 века мужик ушел на стройку железной дороги или на фабрику, отхожий промысел, но мы верим, но мы верим, что он вернется. Это понятно. И мы понимаем абсолютную необходимость того, что он делает. И мы берем на себя его функцию, потому что его нет физически, а когда физически он есть, а морально... А, согласен, согласен, согласен. А ручка упала? Все, 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 я поднял руки, все, абсолютно, правильно. В том-то и дело. Вот Лариса говорит, совершенно справедливо. Она говорит, посмотрите, Настя, когда мужика нет, он на войне, баба готова горбатиться по 22 часа в сутки, спать стоя где-нибудь на фабрике и так далее. За то, что он вернется с победой. Ну, понятно, потому что она понимает, что он делает какое-то дело, он на деле. Такое дело важное для всех, для нас. Когда мужик в 19 веке, в конце 19 века, вследствие абсолютно безответственной, издевательской, паскуднейшего преступления против русских, отъема земли, вот этого закладывания земель и постоянного выкупания земли, вся вторая половина 19 века, с 861 года идет это издевательство, в этот момент баба знает, что он там, на отхожем промысле, может и пьяный, может и с другой, о чем свидетельствуют русские песни, да, «На в речке утоплюся» и все на свете. Но он вернется, если не так, если не так, то он по необходимости там, для нас, для семьи и однажды вернется. И она опять готова на геройство, эта баба. А Лариса говорит, справедливо, говорит, а вот когда он рядом, подонок, рядом, подонок, вот тут проваливаются в пустоту, вот, вот, вот в чем, спасибо, Лариса, прям вот точно, абсолютно точно выразила мысль, спасибо большое. Значит, и тут проваливаешься в пустоту и валишься, потому что не на что опереться, а там опираешься на надежду и на некую виртуальную фигуру мужчины, который геройствует где-то, ну не важно, там где-то геройствует, да, на фронте или, может быть, там на строительстве железной дороги, бог весть. Но он геройствует ради так, в общем, семьи тоже. А когда он рядом и подонок, вот тут ты валишься просто, валишься в никуда. И вот это происходит с русской женщиной, видимо. А? Чего? Ну вы-то кто вообще? Ну давай, за бабу отвечай все быстро. Что? Так или нет? Ну нет, ну не что мужчины такие, подонки. Ну что вы, Сергей. Нет. Нет, я не думаю так. Ну то есть в этом есть, на самом деле вы так все расписали, что начинаешь думать действительно. Мы с Ларисой, между прочим. Но с другой стороны, да, но с другой стороны, ну все же, так-то оно так, да трошечки же не так. Так-то оно так, да трошечки же не так, говорит Аножка. Совершенно верно. Совершенно верно. Но участились эти случаи. Участились. Почитайте. Вот, на ленте валится. Вот. Это валится. И еще вдобавок, еще вдобавок, еще вдобавок, 10 часов 17 минут, Ургалиев заявляет, обстановка на дорогах РФ представляет угрозу демографическому потенциалу страны. Вот заявил Рашид Ургалиев, выступая на торжественном собрании в ГАИ по случаю победы над Хазарами. Мне все время шлют поздравления по случаю победы над Хазарами. Я не могу этому сочувствовать движению, поймите вы меня. Потому что Хазары, это... А почему? Про Каганат. Это антисемиты наверняка. Потому что они Каганат, все время, каждую минуту мне кто-то пишет. Послушайте. Там верхушка действительно исповедовала иудаизм, этнически будучи гунами, куртигурами, уйтигурами и иными гунами. Я как гун... Вы знаете, что я гун? Это, безусловно, мы все помним. Я еще вчера был хетом. Но сегодня, как гун, я категорически протестую против победы над нами гунами. Кроме того, вы знаете, что мы потом снялись после этой самой победы. Сейчас вам соболезнования начнут стоять. Пришлите мне соболезнования. Мы, гуны, потерпели малое поражение. Потом мы ушли же на Балканы, как вам хорошо известно. Совершенно даже наплевав на этот Этиль и Каганат. Понимаете? Нет, все радуются. Мы просто бросили его. Они радуются, что они его заняли. 10.22, 10.23. Пресса! Подъем! Сергеем Даренко на РСН. Обзор печати. 10.25, мы с Настей Аножко. Обзор печати. Погнали. Да, все пишут о предстоящем визите Барака Обамы, но поскольку новость еще сама по себе не состоялась, то мы на ней тогда останавливаться не будем. Просто напомним... Ой, я вчера был в посольстве! Поехал все-таки из любопытства. Я же юный натуралист. Да, поехал я в посольство американское. Соболезнования по поводу смерти Майкла Джексона, в принципе? Нет. Нет. Кстати, нам все пишут, почему мы мало говорим о именитых покойниках, которых аж двое. Они их вообще не говорили. Мы вообще... Нет, ну мы говорили, ну чуть-чуть говорили, а все говорят, а вы побольше поговорите. Я правда боюсь мертвяков, честное слово, мне не очень хочется. Я предлагаю одного из них засахарить, другого засолить, мне кажется. Археологи будущего, когда найдут их, представляете, один засоленный, а другой засахаренный. Обалдеть! Я даже знаю, кого лучше засахарить. Кого засахарить, кого засолить? Мне кажется, без альтернатив. Да? Ну хорошо, все, один надо больше. Слушайте внимание. Значит, я был вчера в американском посольстве, Настенька, в связи с независимостью. Наиболее дикий хохот и наоборот упреки в неуместной шутке вызывала мои радостные поздравления. Я всех поздравил с независимостью, с победой над Великобританией. Ну, в этом же смысл. А они что? И призывали... А они стояли раскрыв рты и слушали вас? Нет, еще призывал остановить британский реваншизм, потому что, мне кажется, Великобритания захочет вернуть себе эту колонию. А что это по-английски? Соединенные Штаты. Я говорю по-русски, по-английски, по-всякому. Значит, я понял, что это не находит живого отклика, потому что всем плевать на независимость Соединенных Штатов. В 233 года всего независимые, и надо остановить британский реваншизм, как вы знаете, который может закабалить снова эту свободолюбивую страну. Ну вот. И на этом все нет. Дальше. Кто там публика была? Вы будете сейчас смеяться? Одни политологи. Господи, у меня такое ощущение было, что я на какой-то политологической тусовке в каком-то подмосковном санатории. Одни политологи. А вы бы кого пригласили на месте американского посольства? Нет, ну какой-то ужас. Я выхожу, нет, в хорошем смысле, пожалуйста, Фельгенгауэр, Бунин, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, и ты идешь сквозь строй политологов, какие-то политологи, политологи говорят, какой-то ужас. Это нереально было. Потом наконец Анна Немцова из него сует, пришла, единственный приличный человек. Нет, правда. Нет, ну я, пожалуйста, верю, да. Ну правда. Будем ждать теперь публикации. Произвело на меня удручающее впечатление, а главная реакция на мои поздравления была озадаченная, то есть все не понимали. Я говорю, вы что здесь собрались-то, хлопчики? Они говорят, не знаю. Они говорят, мы российский политологи, чего вы нас Поздравляю вас с независимостью, ура, как это приятно, как это здорово, как это духоподъемно. Я все время всех... Они говорят, чего? То есть они не были в курсе, что независимость наконец-то. Ладно, хорошо, поехали. Ура, понятно. А Игорь Артемьев предложил уголовное наказание за нарушение правил торгов по госзаказу. То есть вот начались какие-то теперь изменения... Ну, по крайней мере, предложения изменить законодательство, потому что все вот эти публикации о том, что там латинские буквы вставляют, нолик вместо О пишут и так далее, опечатки, ошибки, найти нашли, а привлечь некого. И, главное, нет такого закона, нет такой статьи. Возможно, его теперь будут разрабатывать. Об этом российская газета. Газета-газета рассказывает о том, что Рунет занял первое место по времени и объему, а именно наши люди чаще и больше всего времени проводят на сайтах социальных сетей, как ни странно. И вот тут, кстати, вопрос возникает. Кто-то... Вот газета-газета пишет, что в среднем 6,6 часа в день пишет газета-газета, а другие... 6,6 часа это 36 минут. Не важно, да, продолжайте. Ну, хорошо. Вот, в день. А другие издания пишут, что в месяц в среднем вот такая цифра выходит. Но тут сложно понять. В любом случае, мы на первом месте. В мире в целом 3 часа 40 минут проводит человек в среднем вот в социальной сети. Почему так происходит? Да, на планете. Ну, это средняя... А гатинтотов учли там, которые нисколько не проводят? Мы гатинтоты наставим, что... Я уверена, что обязательно учли, конечно. Если бы их не учли, то было бы больше. Независимая газета рассказывает о том, что... И не только независимая, а многие пишут о том, что войска выводятся из Москвы. Сардюков занимается сейчас выводом частей. И это был, судя по статье в независимой газете, сюрприз для военных в том числе. И никто не знал, что реформа включает в себя такую меру, как вывод из Москвы, из московского региона некоторых частей в близлежащие. Ведомости рассказывают о нашей новой, теперь уже стратегии энергосбережения, в частности, и тактике. Например, к 2011 году мы перейдем все с ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Понятно. Да. Десять часов. Тридцать минут. Новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Настя настаивает на том, что мы должны реабилитировать Миллера. Давайте, Настя, поехали. Да, оказывается, вот эта дача в деревне Бережки с парком, похожим на Петерговский, не Миллер строит. Да, друзья, давайте напомним теперь. Об этом пишут. Главное, да. А кто строит? Строит Зияд Мансир. Зияд Мансир строит. Это глава компании Стройгазконсалтинг. Стройгазконсалтинг. И каждое слово здесь, каждый корень в этом сложном слове важен, но газ, мне кажется, принципиально важнее консалтинга. Хотя консалтинг тоже дорогого стоит, согласитесь. То есть человек просто занимается консалтингом. Ну и строит. Он не строит и не газ, ничего, а он консультирует просто, как, мол, газ и как строй. А Стройгаз это рудимент? Нет, он тем, кто строй и тем, кто газ, оказывается консалтинг, он говорит. Я готов. Вот здесь пишут, действительно, Стройгазконсалтинг строит в России множество объектов. И дальше, видимо, чтобы его реабилитировать, перечислять ЖИО. В какой момент он консалтинг? Консалтинг. Здорово. В какой момент он консалтинг? Он консалтинг. В какой момент он делается консалтинг, расскажите. Это заканчивается. В интернет взволновали снимки, интернет взволновали снимки, это очень широко обсуждалось, будто бы, я думаю, дни 10 назад мы об этом говорили, или что-нибудь в этом роде, или 2 недели назад мы об этом говорили с Настей. И это были снимки величественного, по-настоящему величественного, такого вполне имперского в старом духе поместья, гигантского поместья. Каких уже больше не бывает. Таких уже больше нет поместья. На берегу реки Истры, да? Да. Вот, и, значит, вот, и там Петергоф, Петергоф с большим дворцом, с Мом-Плезиром. Это такой регулярный парк, разбитый, там вроде штабанами. Регулярный парк, настоящий, Петергофский. Реплика, будто бы в натуральную величину, Петергофского большого дворца, и мы все искали, где там на этом снимке Мом-Плезир. Ну вот, но неважно, Мом-Плезир, наверное, тоже где-нибудь там для менее значимых таких гостей, которых не ведут в главный дом. Да, да. Слышите? Значит, вот, смотрите. А, и все говорят нам в округе, все говорят нам в округе, что это Миллер себе строит. Ну, в смысле, вот, и не надо удивляться. Они себя тешили, да. А потом была вторая версия, что это Газпром строит для сироток, ну, или там, скажите-ка, ну, как для кого-то, но это будет не, это такой типа дом приемов у Газпрома. Вот, что никакой не Миллер, такая пошла отмазка. Потом пресс-секретари прессе говорили, что у них нет комментов никаких, ноу-коменс. Вот, да. А таким образом... Потом заявили известиям, что не имеют к строительству Газпром. Теперь слушайте, а когда лично Миллер имеет, спрашивали, говорят, нет, не имеет. А, нет, а не будем комментировать, говорили. Тем самым бросая тень на Миллера. И сегодня радостная Настя встретила меня, сказав, ну, наконец-то мы отмоем Миллера. Боже мой, черного кобеля мы отмоем до бела, сказала она народную мудрость. Правда же? Так было, так начиналось утро. Ну, послушайте. Значит, что оказалось, что это никакой не Миллер, слава тебе Господи. А это Зияд Монасир. Зияд Монасир строит у нас. Иорданский миллиардер, который совладелец и глава строительного холдинга стройгазконсалтинг. Он работает, он русский бизнесмен. Иорданский миллиардер по совместительству. И он строит на Истре, он говорит, ягод считаю, что это хорошо. С другой стороны, он говорит, я же строю здесь, в России, весь мой бизнес здесь, дети здесь учатся. Кризис кончится, я уверен. Ну и так далее. Ну так вот, обелили мы Миллера? Мне кажется, да. Это решительнейшим образом меняет дело, согласитесь. Вот, Миллер теперь выглядит нестяжателем, францисканцем и чего хочешь. А Зияд Монасир воздвигает дворцы, которые останутся здесь в России. И в этом смысле тоже блистательные государственные дети. Возможно, Миллер ездит в садовое товарищество. Миллер ездит в садовое товарищество. А Зияд Монасир тоже хорошо делает, потому что он строит нам Мон Плезир и Большой дворец, и все на свете, который в исторической перспективе достанется археологам будущего. И он говорит, здесь в России же будут руины, и в этом смысле значит это хорошо, а не где-нибудь там, черт знает где, понимаете? Вот. Понятно? Да, да, да. Все, обелили, обелили, обелили. Разлучимся на минуту, меняем тему, погнали дальше. Подъем. 10 часов 39, почти 40 минут, мы движемся дальше. Настя хотела предложить тему про интернет, в котором, как выясняется, российские пользователи этой сегодняшней ведомости. Я участвовал в подготовке этой статьи, Настя, смотрите, там внизу ссылка на меня. Да? Да! Я вот не дочитала. Ах, какова, какова, вы где читаете? В ведомостях читаете? Да. А, конечно. А очень многие написали газеты, газеты, интернет-сайты. Да, да, да. Ну, потому что вот Комскор, вот эта, собственно, компания опубликовала результаты, это американская компания, которая выложила. Ну, расскажите, расскажите, что же про нас стало известно? Что мы вдвое дольше, чем все на планете, смотрите. Значит, на планете существуют разные пользователи социальных сетей, всевозможные разновидности пользователей. И люди, которые сидят в интернете, листая там что-то, безусловно, интеллектуальное, я думаю. По запросу, по запросу как там? Ну, да, библиотеки мира. Библиотеки мира. Да, 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 да. Хорошая проза. Ну, что такое они листают? Да? Петрарка, да. Просто Петрарка. Да, в оригинале. Ну, да, и, в общем, оказывается, что наши пользователи именно социальных сетей самые активные. И вот, ну, я более уточнила... Извините, скажу, Фауст проснулся, доктор Фауст. Я умоляю. Это того стоит. Сергей, а что это сегодня сотрудники ГИГБДД в Москве стоят в белых рубашках? Они себе праздник учутили, Фауст, а не доктор... Они подумали, сегодня имеем право в конце концов. Они радуются, что у них какой-то там праздник. День основания ГИБДД или Оруд. Они Орудовцы или еще чего-то. Они могут отдельно же Гайцы праздновать, как Гайцы, как Орудовцы, как ГИБДДшники и так далее. Не важно, праздновать что-то и хорошо на душе. Ну, вот. Да. Ну, да. И, в общем, оказывается, что наши пользователи в месяц все-таки, конечно, в среднем 6 часов 30 минут проводят именно в социальных сетях. А по миру... Стоп, 6 часов и? 36 минут, вы сказали. В месяц? В месяц. А во что вообще этот разговор? Про то, что это в два раза больше все равно, чем в среднем по миру и в любой другой стране. Все равно в два раза больше. Это не важно. Так в месяц. Вот, смотрите, в газете газета написано в день. Вот я сейчас читаю, ruformator.ru, тут написано в месяц. Если бы написали бы, что мы сидим по 6 часов 36 минут в час, вот тогда бы я удивился бы. А когда мы в месяц... Нет, это неправильные данные. Конечно, в день. Русские сидят в день по 6 часов. Но я думаю, что ближе, конечно, к однию. В день, еще в месяц. Вот, так, 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 провели в среднем за май этого года на сайтах провели вот на ВКонтакте и Одноклассниках в 6 часов. Чего вы там ищите? Что с вами случилось? Я разные, да, я разные источники проверяю, но смысл в том, что все равно в два раза больше, чем везде. Вообще везде. Мы в два раза больше, чем кто бы то ни было сидим всевозможных ВКонтакте, мой мир, Mail.ru, Одноклассники, фу-фу-фа-фа и так далее. То есть все подряд. Мы сидим там в два раза больше. Значит, Евгений Чичваркин создал блог в LiveJournal после того, как обнаружил страничку фальшивого Чичваркина на Одноклассниках. А активен Полонский Мераксгрупп и Александр Лебедев в национальной резервной компании. В отличие от западных топ-менеджеров, да? Да, да, да. Вот вероятности пишут, что на Западе они не сильные. Да, Тиньков и так далее. Я счастлив, говорит Тиньков. Ну, счастлив, счастлив, молодец. Мой аккаунт в ЖЖ входит в топ-10 по ставленным комментариям в России и говорит Тиньков. Видите? Значит, объясните. Это топ-менеджеры. Но вообще русские сидят в сетях социальных в два раза больше, чем кто бы то ни был, чем в среднем по планете. А кто на втором месте не сказано? Нет, сейчас скажу. На втором месте не сказано. Давайте. Кто на втором месте? Звоните, пожалуйста. Далее идут Канада и Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, Рико, 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 Рико. Бразилия на втором месте. На втором месте Бразилия? Да. Хорошо. Да. Значит, 7-8-8-107-0. Объясните, пожалуйста, этот феномен. Если вы сидите в социальных сетях, если вы сейчас сидите в социальных сетях, я знаю, у вас на подслужке наша станция, но вообще-то вы сидите в социальных сетях. Больше того, вы для этого, вы для этого съедаете свою утреннюю сосиску. Ровно для этого вы заливаете ее яичницей из двух яиц. Для этого вы толкаетесь в метро, чтобы дорваться до работы и включить одноклассники. Я знаю. Правда же? Правда же? Так и есть. Конечно. Вот смотрите, они сейчас еще и звонят. Для этого вы и ездите на работу. Про вас все известно. Расскажите, почему в два раза больше, чем в среднем по планете. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я с Щукиным уже обсуждал эту тему. Кто? Я с Щукиным уже обсуждал. Так, нет, человек меня упрекнул, что он обсуждал когда-то эту тему. Как это превосходно. Спасибо вам за упрек. Это, безусловно, стыдно, что вы уже обсуждали эту тему. Да, здравствуйте. Алло, доброе утро. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Владислав. Да, Владислав. Кстати, соскучился. Давно вас не слышал, Владислав. Сергей, ну, собственно говоря, я думаю, что это происходит в России простая вещь, по крайней мере, мне так кажется. Происходит просто замещение телевидения. То есть, как бы, отсутствие какой-то адекватной информации на телевидении, вот, оно приводит к тому, что люди больше времени проводят вот в этих сетях. И вы видите в этом тогда в целом позитив? Нет. Я вижу в этом скорее негатив, потому что также, как бы, смотрю, например, ну, пользуюсь не только интернетом, но смотрю, например, западное телевидение, да? Да. Я считаю, что вам давно пора вести рубрику, так сказать, зарубежное телевидение, так сказать, его комментарий. Да. А что, вы смотрите из западных, Animal Planet? Нет, 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 я имею в виду новостный программ, но, например, вчера, так сказать, как оказалось, да, там было сделано очень жесткое заявление господина Обамы в отношении, например, господина Путина, да? Так, ну, там, Андердогом назвали, так сказать, ну, это относительно он был донатом и так далее. Так что интересно посмотреть. Ну, в Иннет вы идете, чтобы, в Иннет вы идете, чтобы восполнить недостаток телевизионной информации, да. Первое. Скажите, ну, ведь давайте, давайте с вами, давайте с вами разбросаем. Вот что возможно, почему? Первое. Мы идем в Иннет, чтобы получить информацию, которую мы не получаем, но это не социальные сети. Второе. Мы атомизированы, мы живем поодиночке, мы разучились общаться. Мы не умеем общаться просто. Мы не общаемся в кафе там и так далее, как какие-нибудь там, не знаю, средиземноморские культуры. И мы находим искусственные, суррогатные, спонтанное общение в Интернете. Правильно? Суррогат общения. Я записываю. Нет, за вами записываю. Ну, почему, а чем отличается, Сергей, чем отличается разговор по телефону от разговора в чате? Нельзя потрогать. Третье, все, хочется потрогать. Так, третье, а что? Я не... Собственно говоря, пожалуй, наверное, и все. И все, да? Нет, еще, еще, еще. То есть это свидетельствует о нашей общительности, как социума. Или это свидетельствует о окончательной разобщенности. Люди, которые туда приходят, это черекущие воробушки, дикообщительные? Или это окончательно одинокие люди, имитирующие, что они еще живы? Это имитация жизни? Или это мегаобщительность? Владислав, вы отвечаете, и я вслед за вами ставлю голосование. Нет. Что нет? Вы говорите нет. Вы сказали нет. Нет, я к тому-то, что вот с этим я не согласен, что это какие-то одинокие там люди, да? Нет. То есть это мегаобщительность хороших людей, полноценных. Это не имитация жизни. Ну, мы, так сказать, насколько я понимаю, обогнали всех там не по общительности, да, а именно по... По сидению, по продолжительности. По сидению, так сказать, в этих сидях. А что мы там делали, как бы... А что мы там делали? Ну, давайте я вам перечислю, что можно делать в социальной Сейчас Настя скажет, Настя скажет, Владислав, не уходите, да? Первое. Вы просматриваете, что произошло с вашими, включенными в список вашими знакомыми. Если вы одинокий человек, то у вас их нет, соответственно. Вы смотрите, у кого родился ребенок. Вы это, причем, вы не вступаете с ним в контакт, вы просто видите, что там у него фотографии появились, например, да, или там что-то пишут. У меня есть статус на это, уходит какое-то время. Потом. Что можно делать в социальных сетях? Там можно что-то покупать и продавать. Там есть группы, ну, там, предприимчивые люди, вместо того, чтобы сайты свои, движки какие-то там с интернет-покупкой. Это просто создается там группой, вы можете якобы там без наценки или как-то у конкретного реального человека в этом есть какое-то обаяние, да? Вот у него есть личная карточка, вы у него покупаете детские там деревянные игрушки, ну, к примеру. Это второе занятие, на которое можно тратить время. Третье, это, собственно, переписка. То есть вместо почты, вместо почтового ящика используется социальная сеть. Я несколько раз была свидетелем того, как люди переходили практически, уходили с почтовых ящиков на переписку через социальные сети. Возможно, это... Вот Владимир Спитер нас слушает и сидит в инете, он говорит, так там же наши виртуальные соседи. Вот интересно, что там у них происходит. Фотки разглядываем, завидуем, себя показать, других посмотреть. Это имитация жизни или нет? А? А чем наша реальная жизнь? Вы знаете, когда вы нагрузили нас таким контекстом и текстом, я проведу это голосование. Ладно, согласились? Согласились. Спасибо. Мы с Владиславом однажды... Давайте вскроем секрет, настоящий секрет. Однажды Владислав и я, мы встретились на заправке на Новой Риге. Я громко орал что-то, неважно, и он меня по голосу вычислил. Подошел и говорит, ага. А я-то, говорит, Владислав, ха-ха. А вы говорите, Владислав! А я говорю, Владислав, елы-палы! Это не доезжай госпиталь Вишневского справа. На БИПе мы его заправлялись. Все, счастливого дня вам, Владислав. Вот так, слушайте. Ну, слушайте, внимание. Я провожу голосование. Теперь, когда Владислав этого требует, я не могу отказать. И, значит, во-первых, что, 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 у меня висит где-то чертовщина. Ну и что, завершить сейчас. Сейчас я заведу снова голосовательную машину. Это имитация жизни товарищей интернетчики. Это у вас происходит. Вот то, что с вами происходит в интернете, что вы там постоянно тусуетесь. Это от вашего мега-одиночества и от вашей мега-общительности. Это мега-общительность. Вы полноценные, общающиеся, чирикающие птички. Вы и без интернета такие же птички. 660 на 691. В ней, помимо интернета, вы такие же общительные птички. 660 на 691. И вы мега-общительные люди просто. 660 на 692. Вы имитируете там жизнь. Вы просто одиноки. Вы абсолютно, окончательно, смертельно одинокие люди, которые придумали новые идентичности и живут там в этих новых идентичностях, имитируя жизнь. Это имитация жизни. 660 на 692. Вот что это такое. Разлучимся на минуту в рамках уже дорожной вот этой нашей службы. А или, или, или. Ну хорошо, давайте говорите об этом. Мне жалко сейчас. Если мы разлучимся, то уже мы не вернемся. Что у нас там будет в движении рубрика. Правда же? Да. Давайте еще примем звонки. Расскажите, это имитация жизни или это вы такие сверхобщительные, сверхсовременные такие? Алло, здравствуйте. Сергей Анатасий, доброе утро. Доброе утро. Сергей, меня зовут. До свидания. Я думаю, это тот же самый суррогат, по вашими же словами. Эрзац жизнь, суррогатная жизнь. Да, Настя. Ну конечно. Настя, Настя сейчас будет с нами спорить. А определите мне, пожалуйста, реальную жизнь тогда. Чем она отличается от суррогатной? Почему то, что вы считаете реальностью, не суррогат? Да нет, я не об этом. Я к тому, что в процентном отношении, да, там есть и мега общительные люди, и те, у которых нет просто личной жизни, они замещают интернетом. Потому что мы все разные, и в последнее время, да, одиноких людей стало больше. Сергей, давайте я отвечу Насте на ее дерзкий выпад против нас с вами. Смотрите, я отвечу вам, Настя. Когда вы вступаете с людьми в отношения, в действительные отношения, с соседями по лестничной клетке, когда вы вступаете в отношения своей идентичности, которая имеет историю Настя, историю. Вы там ходили в первый класс, ходили в десятый класс. Понятно, да? Вы там однажды, одни слов, однажды попробовали впервые спиртного. Вы там это все сделали. Все про вас, там все знают. И вы вступаете в отношения Настя. Да. То вы человек с идентичностью и с историей. Когда вы впадаете в отношения в интернете, вы, возможно, выдуманная идентичность, возможно, вы женщина 45 лет, которая играет мужчину 25 лет. Раз. Стоп, стоп, не надо, не надо, не надо. Вы женщина 45 лет, которая юноша 25 лет в интернете, но на завтра она еще кто-то, у нее нет обязательств. Она сидит, склонившись над компьютером. Сергей, вы меня поддержите? Она сидит, склонившись над компьютером. Это женщина 45 лет, одинокая, бесконечно. Играет мальчика 25 лет, кадрит девочек, но рядом с ней в соседней квартире вот уже месяц, как протухлая старушка лежит. Она не знает ничего про соседку. Это скотство, а не социум. Это не социум никакой. Это смерть социума, Настя. Это имитация жизни. Рядом старушка в соседской квартире сдохла и воняет месяц, а она сидит, склонившись над компьютером, по 6 часов в сутки, идиотка, играет мальчика 25-летнего, что нет, да. Вот, все, я ее умыл, я ее умыл, умыл ее. Умыл. Спасибо. Все, спасибо, спасибо. Все, умыл, 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 умыл. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Останавливаем голосование. 16,7%. 16,7% полагают, что да, они просто мега общительные, они не в силах остановить свою общительность. 83. Запишите куда-нибудь, Настя. Потом в блоге себе напишите, потом в блоге себе напишите, потому что Настя блогер такой. Ну, не надо меня вот представлять себе таким сумасшедшим. Нет. 83,3%. Считайте, что это имитация жизни. Это имитация жизни. 83,3%. Имитируем дальше. 10 часов 53. В движении. Погнали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Движение, в движении. Где едете, что видите? Расскажите нам о движении. Я вижу очень много звонков. Прежде расскажу вам, нам звонит доктор Фауст, вернее, пишет на сайт, говорит, слушайте, у гайцев праздник, но гайцы два раза его тормознули, говорит, все время в белых рубашках, гайцы в белых рубашках. А доктор Фауст с удивлением, говорит, на вопрос о празднике предложили в трубочку дыхнуть, и один из них даже спросил, как я себя чувствую. Самый интересный, доктор Фауст, правда, что же трубочка холера показала? Может, у вас правда такой вид? Такой вид, говорю я со значением. Такой вид. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Где едете, что видите? Вот еду по Руглевскому. Пешеходы просто одурили. Не глядя, выходят на проезжую часть. Меня в детстве учили. Выходишь на проезжую часть, посмотри налево, потом посмотри направо. Просто ужас. Это вот вы виноваты. Лютуют, 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 да, спасибо. Лютуют озверевшие пешеходы. Взлютовали озверевшие пешеходы. Только помните, что у вас железная штука, в которой вы сидите, а у них прям сразу мясо начинается. Алло, здравствуйте. Все-таки вы их берегите, да, здравствуйте, как вас зовут? Андрей зовут. Андрей, где вы едете, что вы видите? Макас, внутренняя сторона, от Ленинградки до Ярославки, 10 минут. 10 минут, все чисто, все спокойно. Знаете почему? Все вчера уехали, я думаю. А, может быть. Взяли от Гул за прогул и свалили? Да, да, да. А наружная сторона тоже едет, но перед Ленинградкой там... Спасибо, спасибо, спасибо. Не могу не взять красивейший из номеров, которые я видел за последнее время. Какой красавчик этот номер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Номер чудово. Неправда, что все уехали вчера. Нет, да? Волгоградка на выезде стоит мертво. Стоит на выезд уже? Видите, значит, как они устроили свою жизнь? Уже кончили работать. Красавцы. Рязанка тоже стоит в Люберцах. Я понял, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Мы с Настей оставляем вас. Мы оставляем вас... И мы пойдем и проживем ее. Это пятница, 3 июля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!